Майкл Рубин. Саманта Пауэр закрывает глаза на геноцид. Саманта Пауэр, известная своей книгой, получившей пулицеровскую премию, о том, как американские администрации неоднократно терпят неудачу перед лицом геноцида, предала свой моральный бренд, пишет Майкл Рубин в своей статье для Washington Examina. Во время его предвыборной кампании Барака Обамы она занимала руководящую должность в его Совете национальной безопасности, а затем стала послом Америки в Организации Объединенных Наций во время второго срока Обамы. Сейчас она является администратором Агентства США по международному развитию. Ее слово могло иметь большее значение, чем слово любого другого чиновника. Но, увы, вмешались амбиции. Совет по предотвращению злодеяний, который она возглавляла во время первого срока Обамы, стал лишь прикрытием, поскольку зверства вышли из-под контроля. Она сидела без дела в течение пяти лет, пока война в Сирии вышла из-под контроля и стала инкубатором этнических и сектантских чисток в масштабах, не виданных ранее на Ближнем Востоке. После того, как исламское государство захватило Синджар и Северный Ирак, Пауэр бездействовала, в то время как Обама приказал своим помощникам уйти, поскольку он не будет повторять ошибок своих предшественников и прибегать к военным действиям. В конце концов он передумал, но ущерб был нанесен не только в плане геноцида езидов, но и в способности поддерживаемых Ираном ополченцев беспрепятственно заполнить вакуум. Если бы Пауэр подала в отставку в любом из этих случаев, она не только могла бы изменить политический диалог в положительную сторону, но ее моральная ясность помогла бы ей в конечном итоге стать государственным секретарем, пост которого она явно жаждет. Ситуация еще хуже при Байдене, который, возможно, является самым дружелюбным в геноциду президентом в новейшей американской истории. В то время как в книге Пауэра подробно рассматривается геноцид против Туцци в Руанде, Пауэр, будучи администратором USAID, молчала, когда Обама изменил политику, чтобы не признавать намерения геноцида против Туцци. Однако, возможно, самым большим лицемерием Пауэр было ее молчание и цинизм в отношении наступления Азербайджана на армян Нагорного Карабаха. Хотя Байден признал геноцид армян, он уравновесил это, продолжая военную помощь Азербайджану. Власти хранили молчание, пока азербайджанский диктатор Ильхам Алиев нарушил все свои обещания и соглашения, которые он подписал. И Белый дом, и государственный департамент делали заявление сложным балансом, ставя знак равенства между теми, кто проводит этнические чистки, и теми, кого им подвергают. Пауэр это не волновало. Она отказалась давать показания или позволить какому-либо должностному лицу USAID давать показания на слушаниях Сенатского комитета по международным отношениям в прошлом месяце, посвященных проблеме Нагорного Карабаха. Вот почему ее визит в Армению со свитой фотографов, после завоевания Азербайджаном Нагорного Карабаха вызвал скорее гнев, чем одобрение. В день ее визита, азербайджанские официальные лица схватили Рубена Варданина, бывшего государственного министра ныне несуществующей республики Арцах. Я писал о Варданяне ранее в этом году, чтобы опровергнуть клевету о том, что он был марионеткой Кремля. Власти Азербайджана, скорее всего, будут пытать Варданина и пытаться его унизить несмотря на то, что он не совершил никаких преступлений против Азербайджана, кроме поддержки самоопределения Нагорного Карабаха. Вот где цинизм Пауэра выходит на передний план. Покинув администрацию Обамы, она вошла в отборочную комиссию фонда Аврора, основанного Варданином и Нубаром Афеяном вместе с бывшим президентом университета Брауна Вартаном Григорином для награждения людей, работающих против геноцида. Пауэр хвалила инициативу Варданина. Теперь, когда Варданян закован в цепи, вопрос заключается в следующем. Обретет ли Пауэр свой голос, или ее амбиции возьмут верх? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...